Добрый вечер. Это команда Vertigo с проектом SumMap, интерактивная событийная карта Самарской области. Наш проект заключается в том, что каждый день в Самаре происходит огромное количество интересных событий. От концертов, от каких-то уличных мероприятий, от даже ситуаций на дороге, которые происходят в виде того, что внезапно встала вся улица, гейзером бьет фонтан из ЖКХ и многое-многое другое. И для того, чтобы отметить эти события в истории, чтобы можно было увидеть их вживую, воочию, посмотреть, стать свидетелем чего-то такого интересного, мы создаем это приложение. Это наше приложение позволяет быстро делиться друг с другом событиями, узнавать о необычных красивых местах нашего города при помощи геотегов и создавать новую аудиторию для различных мероприятий, которые проводятся в нашем замечательном городе. Так, что мы успели сделать за этот день? Мы успели, во-первых, создать прототип сервера и прототип клиента. Клиент написан для системы iOS на языке Swift. Но наш сервер написан на чистейшей яви, запущенной под Windows 10, и это было очень долго, сложно, но очень прикольно. Также у нас был проведен анализ целевой аудитории, какая будет пользоваться этим приложением. И также была придумана адекватная схема монетизации. Так, позиционирование. Наша целевая аудитория — это молодые люди от 18 или даже от 16 лет до 30, которые занимаются и учебой, и различными другими своими интересами, и хобби. И они хотят более интересно проводить свое время. И благодаря нашему приложению они будут узнавать все, что происходит рядом. И также наше приложение интересно будет организаторам различных мероприятий, которые сами хотят распространить свою продукцию и свои события не только заклеивая все афишами, однообразными, такими хрономико распечатанными, но еще и тем, что будет реклама в нашем приложении. Да. При этом там могут быть абсолютно разные события, включая даже квесты, включая спортивные мероприятия и многое-многое другое. Так, дальше. Схема монетизации. Схема монетизации у нас просто замечательная. Существует... Наше приложение работает при помощи системы геометок. То есть существует метка со своей определенной подписью, на которой, например, пишется, что сегодня где-то там продается разливное пиво за 30 рублей. Вот. Обычная метка, она видна в масштабах части района, например, пары кварталов. Но если вы платите деньги за то, чтобы сделать свою метку более долговечной и более масштабируемой, то вы получаете такое преимущество, как, например, при метке первой категории, вашу метку будет видно на огромной карте всего города. Так, все. Дальше. Также есть декстоп-версия. Схема монетизации. Схема монетизации более виденными, если другие люди вас оценивают и не нравится ваш контент. Так, следующий слайд. Кстати, я просто сейчас немножечко разнервничался, очень долго мыслили над всем этим приложением. Вот, существуют различные партнерства, мы можем поддерживать различные партнерства и программы с различными организаторами мероприятий, квеструма, спид-дейтингов, со спортивными, вот как, например, у нас с Амнаби, при поддержке нашего любимого издания Big Will. То есть можно связать эти проекты воедино при помощи нашей общей формулировки. Так, и по-короткому. Вот, дальнейшее развитие. Нам необходимо закончить техническое обеспечение серверной части, то есть связать сервер и клиент. Дальше нам нужно получить аккаунты разработчиков в Apple Store и Google Play. Нужно провести рекламу проекта, то есть набрать 10 тысяч аудиторий, после которой аудитория начнут прибавляться сама без огромных вложений в рекламу. Также нужно собрать около сотни организаторов мероприятий, квестов и прочего, которые будут подавать свои мероприятия в нашем приложении. А вы демк-то успеете показать? 30 секунд осталось. Давайте. Кадру. Так, сейчас. Так, давай, открой, открой. Покажите жюри прежде всего. А, очень важна такая вещь, что так как фиктивные метки на маке не работают адекватно, мы находимся сейчас в городе Купертино, а не Самара. Вот, например, мы находимся вот здесь вот, на этом замечательном вот значке 281. Мы хотим обновить наш маркер, наше унахождение. Установили маркер. Да. Дальше. Выходим из приложения. Вышли. Идем делать свои дела в Google. Там, например, в Google музыку или что-нибудь еще. Качаем пиратские фильмы. Google. И внезапно обнаружена новая метка. Приходит оповещение о мероприятии, проходящем в определенном радиусе вокруг вас. Мы получаем информацию об этом месте и проходящее там мероприятие. Дегуляция турецкой водки. Также мы можем найти проходящие рядом мероприятия. Как-то так. Ваши вопросы? Один вопрос, один вопрос, один ответ. Спасибо.